Физкульт-привет! С вами Мария Иванова, я нахожусь в селе Курумду, Иссык-Куль, пансионат Талимар, просто рай для спортсменов. Проходит здесь международный турнир Айгуль 26 по 29 июня по художественной и эстетической гимнастике. Эстетическая гимнастика вообще очень молодой вид спорта для Кыргызстана и стал он официальным в нашей стране буквально пару месяцев назад. И уже вот такие соревнования высокого уровня, здесь чемпионки мира, Европы, Азии призеры и победители, более 600 участниц от мала до велика, ну и в общем все остальное в репортаже. Погнали! А как тебя зовут и откуда ты? Меня зовут Аяна, я занимаюсь в школе художественной гимнастике Мадина. Я живу в Казахстане, приехала из Казахстана в город Алматы. А как тебе вот соперница из других стран? Ну так себе, слабые, есть слабые и сильные, но я не обращаю внимания, я сама сделала. Откуда вы, как вас зовут и первый раз ли вы в Кыргызстане? Нет, я уже второй раз в Кыргызстане, меня зовут Музаяна, я из Узбекистана. Ну и как вам соперницы, как вам вообще здесь соревнования? Да, все хорошо, я вообще не волнуюсь, я знаю, что я выиграю. О, классно, уверена, спасибо. Да, мы рады приветствовать всех, все клубы, всех гостей разных стран. Желаем вам всем удачи, чтобы все судьи считали нас честно. Чтобы соревнования прошли хорошо. Я желаю всем всем удачи, потому что этот турец на высоком уровне. Аллах, Кыргызстан! Кыргызстан представляли 150 спортсменок по эстетической гимнастике и 450 по художественной. Всего принимали участие 28 клубов из всех стран-участниц. Главный судья соревнований по художественной гимнастике. Представьтесь, фамилия, имя, пожалуйста. Ратинова Элина Марковна. Так, очень приятно. Ну, расскажите о судейской коллеге, которая как раз сидит за нашей спиной. Какого они уровня, откуда? Бригаду техники оценивают наши судьи международной категории. Главный тренер национальной сборной – это Джана Литаштенбековна и Сибирь Николеновна. У них есть международная браве – это наивысшая судейская категория, признанная общенародно. Наши гости приехали также с высокой категории. У нас есть судья из Беларуси. Лукьяненька Лариса – чемпионка Европы. Она сейчас судит наших девочек. Это тоже является очень почетным для наших детей, что их отслуживают такие судьи. Также у нас есть судья международной категории с Узбекистаном. И остальные судьи у нас первой категории, тоже высшей перед международной. Еще есть национальная категория тоже судьи. Что этот турнир международный значит именно для участниц? То есть, это, может быть, они какие-то баллы зарабатывают? Да, в первую очередь малыши у нас выполняют разряды, чтобы потом они могли получить кандидата в мастера спорта, а в последующем и мастера спорта. То есть, это очень сложная система. За год несколько раз нужно набирать определенные результаты. Это хорошая возможность видеть, что у нас есть еще один старт в Кыргызстане. Не нужно никуда ехать, тратить деньги. Они могут просто купить на родине и получить баллы, необходимые для разряда. Спасибо большое. Всем успехов. Отмечу, что впервые в Кыргызской республике гимнастки выступали на профессиональных коврах. В турнире также приняла участие национальная юниорская сборная Кыргызской республики, которая в это время находилась на учебно-тренировочных сборах на Иссыкуле. Здрасте. У вас тут дочка выступает? Мы завтра выступаем. А, вы завтра выступаете? Ну, приятно видеть папу просто на соревнованиях, поэтому я пришла. А почему отдали именно художественную гимнастику? Мы решили отдать на художественную гимнастику, потому что именно этот вид спорта более нам по душе. И, во-первых, мы хотели выработать дисциплину, потому что и плюс еще вот эта эластичность, фигура для девушки, для девочки, она, мне кажется, очень важна для ее будущего. И, конечно, мы с детства почему-то вот начали смотреть видео, и она с тех пор... А, то есть она еще сама заболела у вас этим? Сама заболела, да. О, ну это круто, круто. Собегов желаю вас, и дочери. Все классно. Тут слышу беседу от мамочек, их много. Как-то, да, можно с кем-то с одним, да, пообщаться? Маме гимнастки, вот каково вообще вот это все чувствовать? Международный турнир, столько участников. А если девочки постоянно выезжают на соревнования, на сборы, конечно, мы уже закалены опытом. А в плане того, что если которые девочки только сейчас начинают, ну могу посоветовать валерьяночку особо носить, потому что ребенок, когда только подбрасывает мяч и слегка его не ловит, даже без вылетов за площадку, у всех екает, конечно, у мам сердце. А все остальное, девочки, что мне нравится в нашем спорте, они друг друга поддерживают. То есть, если даже у кого-то мяч улетел, они свои мячи подкидывают. То есть, они это все переживают вместе со всеми. А если брать номер по отношению к тренерам, тренера в период соревнований, они становятся мамами, конечно. Мы не можем же подъезжать на площадку, они выходят, они жалеют, где-то подбадривают, где-то наоборот говорят, ну-ка соберись, пошла-пошла. Кому-то едите, надо обнять, подслать, а кому-то наоборот, как говорится, сказать, ну-ка давай соберись, пошла. То есть, девочки же разные, характери разные. А в целом, я хотела еще выразить благодарность организаторам, что наконец-то поставили зал. Для борцов, для нас, неважно, на многоборье здесь, возможности большие. Бронзовая призерка чемпионата Альфа. Азии, Александра Удодова. Сначала я вас поздравлю, это было совсем недавно, в мае, да? Большая молодец. Как вам сегодня вообще на турнире? Я вижу, что вы немножечко волнуетесь. На самом деле, да, есть немного волнения, но это всегда есть над чем работать. Любые соревнования, даже если плохо, даже если хорошо, всегда должна продолжаться работа. Поэтому волнение тоже всегда должно присутствовать, без него никак. И у меня так бывает, что когда я совсем не приживаю, у меня не удается сделать свои упражнения. Поэтому... Здорово. То есть, когда через себя пропускаете, все на волне такое происходит. Здорово. Что скажете о соперницах? Вот приехали много очень участниц из разных стран. Ну, в Беларуси девочки очень хорошие. У них хорошая техника, хорошие дорогие элементы. Окей, выделяем Беларусью. Все, спасибо вам всем успехов. Спасибо большое вам. Субтитры сделал DimaTorzok Так, одна из команд сборной Кыргызстана, да, одна из команд, так, девчонки, вот микрофон говорите, пожалуйста, вот вас так много, да, и каково, ну, вот насколько это сложно, а потом вы делаете такие элементы, что, ну, можно, как бы, коллегу свою уронить, да, и, ну, вот как, насколько вот вы ощущаете вот эту ответственность вот эту? Это очень большая ответственность, мы долго со всеми девочками разговаривали, каждый чувствует друг друга, чтобы все было синхронно, на самом деле это очень большой труд, мы это каждый день по несколько часов отрабатывали, поэтому, ну, вот, тратите много времени на то. Да, когда меня поднимали, я сначала переживала то, что они меня уронят, но потом как-то доверие появилось к девочкам, что они меня не уронят, все будет нормально, обахнутся. Классно! Главное иметь доверие друг к другу. Перед выступлением мы даже налаживали контакт, чтобы как-то психологически и морально, физически вместе быть. Кстати, одной большой энергией, круто, так по пятюне, так, 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 все, успехов! Надеюсь, репортаж получился информативным, вы узнали много новой интересной информации. Сборная Кыргызстана готовится сейчас на юниорский чемпионат мира, который пройдет в Румынии в июле, так что мы пожелаем девчонкам успехов и, естественно, высоких достижений. И на этом турнире международном Айгуль очень много медалей и бронзовых, и золотых, и серебряных, с чем я и поздравляю. И я вам хочу сказать, что если вам нравится мой контент, вы можете поддержать меня финансово, донейшн, это, естественно, по желанию, в описании под этим видео есть мой счет, м-банк, куда вы можете отправить мне денежку для поддержки. Подписывайтесь, жмите колокольчик, расскажите своим друзьям, близким разумом, что есть такой ютуб-канал «Спортмания», где Мария Иванова рассказывает вам о спортивных событиях и о многом другом. А это был репортаж Маш. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...